Экипаж с донос крейсера Москва доставили в Севастополь. Ну это понятно, а вот точного числа нет. Сколько доставили, на чем доставили. Экипаж доставлен в пункт постоянной дислокации. О как, все, экипаж. Как они сказали про этот экипаж, что среди спасшихся членов экипажа погибших нет. То есть так вот заковыристо. Путин не планирует проводить совещание, чтобы обсуждать пожар на тонущем крейсере Москва. О ком тонущем? Он же давным-давно потонул, я так понимаю, еще значительно раньше, чем нам сказали. И в Севастополе прошла церемония прощания с крейсером Москва. Вот пишут смех, цветы и батюшка с Георгиевской лентой. Фотографию не буду показывать. Смешные фотографии действительно. То есть там сколько погибло, я не знаю. То есть экипаж был 550 человек, спасли 54 турки. Говорят, там еще были десантники. И десантников чуть ли не 600 человек. То есть сейчас вот западные СМИ пишут, что погибших членов экипажа 450 человек. Так это или не так, я не знаю. Но что погибших дофига это точно. Также пишут, что погиб командир этого крейсера. Ну посмотрим. В общем-то я думаю в ближайшее время информация вырвется. Путинцы не смогут ее долго хранить. И командующий Черноморским флотом адмирал Осипов, который, вы помните, в феврале 22-го года, то есть 20-го февраля проверил лично, лично проверил Москву эту. И рапортовал Путину, что лично проверил способность крейсера Москва отражать ракетные удары. И доложил Путину о полной готовности крейсера Москва отражать ракетные удары. Вот представьте, я не знаю, кто служит у Путина. И мне кажется, это конченые идиоты. Ну вот представьте себе, 20-го февраля вот этот адмирал Осипов проверяет боеспособность крейсера, зная, что 24-го будет война. Ну начиная с 22-го все уже в поход пойдут. Да он это прекрасно знает. Или не знает. Если он не знает, то тогда Путин полный дегенерат. Но он и так полный дегенерат. Представляете, командующий флотом не знает, что будет война. Если же командующий флотом знает, что будет война и говорит, он неуязвим для ракет этот крейсер. То это просто психически больной командующий. Потому что идут воевать, в крейсер будут стрелять. Нахер ему на себя это брать. Ну да, ну война. Ну попадут, значит попадут. Не попадут. Ну мы там учили матросов, капитанов там и прочее, прочее. Как получится. Это только война покажет. Вот так это, наверное. А он докладывает, что этот крейсер неуязвим для вражеских ракет. Да ты охерел что ли? С ума что ли посходили там все? Одни там рассказывают, что они за два дня всю Украину заберут. Другие рассказывают, что крейсеры неуязвимы. Они у них тонут. Только шуба заворачивается. Говорят, что этого командующего Игоря Осипова арестовали люди в штатском. Более того, там какие-то адъютанты пытались вмешаться, им наваляли дюлей. Сразу же вспоминается, причем говорят, очень сильно избили. Эта цитата сразу вспоминается, помните, как в 1937 году, времена Южовщины, приехали за Будённым. А у них было три пулемета на даче, фактически в каждом окне. И какие-то воронки подъехали оттуда, люди вышли там с пистолетиками. Как по ним начали херачить из пулеметов. Они там все залегли, а Будённый стал звонить. Это, кстати, исторический факт. Стал звонить Сталину. Дозвонился. И говорит, тут какие-то люди меня атакуют. Он говорит, ты полчаса продержишься, и я и 30 суток продержусь. Какие проблемы? Ну, действительно, через полчаса приехали, отозвали этих людей. А Сталин потом якобы Будённому сказал, что пулемет-то надо все-таки сдать. Пулемет, да. Будённый сдал два пулемета. Один, говорят, все-таки оставил себе. Он был у него до конца жизни. Это к вопросу о том, что если этот адмирал сам себя защитить не может. Да как же он может там крейсер Москва-то защитить? Это что вообще? Пришли какие-то там КГБшники, и там побили адъютанта, заломали. И вообще очень странно все это. Пишут, что распространяются слухи, что 452 из 510 членов экипажа утонули. Да, и что погиб командир корабля Антон Коприн. Но я так понимаю, что это не слухи. И что погибло больше, потому что там были все-таки еще десантники. Вячеслав, есть мнение, что Москву грохнули НАТО из Румынии. Как думаете? Ну, я думаю, что информацию мы получим, когда опросят уже этих моряков подробно. Они же что-то видели, слышали там и так далее. Те, которые остались в живых. Поэтому сейчас рано говорить что-то. Сейчас вполне допускают. Это могут быть какие-то береговые подразделения. Это может быть и какая-то подводная лодка. Это могут быть китайцы, которые ремонтировали крейсер Москва менее года назад. И могли оставить там что-то очень серьезное, что никогда не найдешь. И по времени или по сигналу сработало. Вы же понимаете, что это как два пальца. Если люди занимаются ремонтом, а они там и двигатели устанавливали, и что только не делали на этой крейсере Москва. То есть, возможно, любые варианты. Возможно, просто моряк покурил, потому что там все через жопу. Такой бардак. Если танки с табуретками, то почему крейсер Москва без табуретки? Вы же понимаете, что там то же самое. Такой же бардак, потому что у власти Путин дал жопой бедоносец. Сколько погиб моряков в крейсере Москва? Ну, откуда же мы знаем? Я думаю, что большая часть, конечно, при таких взрывах, ну, представьте, крють камеры корабля взорвалась. Раньше все деревянный корабль был, его бы разнесло нахер и все. Да, ну, во время Первой мировой, во время Второй мировой такие вещи заканчиваются очень плачевно. Помните этот, как же его называли, этот рейдер? Немцы сделали рейдер такой из сухогруза. Я забыл, как он. Погуглите. Они его, эти орудия, заматывали и поднимали какой-то флаг нейтральной страны. Ну, и где-то там в Индийском, в Тихом океане шухарили, ходили. И крейсер Сидней, вот можете сейчас прямо погугли, крейсер Сидней увидел их и оттимафорил им, что сбавить ход, да, лечь в дрейф. И решил подходить, чтобы досмотровую команду сбросить. А у них голландский флаг, а они понимали, сейчас команда придет, а там у них орудия, боеприпасы. Ну, то есть, они топили эти гражданские суда, которые возили военную, да и не только военную продукцию, да. То есть, идет под голландским флагом, да. Причем таких уничтожили один раз, очень интересно. Естественно, самолет пролетел, английский, над кораблем, над которым голландский флаг. Потом развернулся первый пилот, да, и приказал к бомбометанию. Ну, бомбер выполнил все это, бомба убила этот корабль. Второй спрашивает, говорит, нахера ты корабль-то убил, он же под голландским флагом. Он говорит, это немец. Он говорит, откуда ты знаешь корабль и голландский флаг? Он говорит, хоть один матрос вышел на палубу. Он говорит, нет. Хоть один матрос нам помахал вслед. Он говорит, нет. Он говорит, это немец. И точно он опознал его. Так и эти ребята опознали по каким-то признакам. Говорят, все, в дрейф. Ну, представьте, крейсер здоровенный, там, блин, и здесь какая-то там посудина, да. А эти поняли, что у них будет один только шанс один раз стрельнуть. И вот свою пушечку тот не видит, она у них закамуфлирована была. Они навели, прицелились и выстрелили. И тот тут же, ну, он понял, что как только дым увидел, да, сразу же лопанул по ним. Ну, их сразу он утопил, мгновенно. А их снаряд попал ему в крейсер, он взорвался так, что пропал без вести. То есть, никто не остался с этого крейсера в живых. Ни один человек. И он бы числился в пробавшем без вести, если бы там каких-то не подхватили вот этих немцев, которые раскололись, да, мы его застрелили. Это вот впервые в истории, когда фактически с гражданского судна убили крейсер. Но одним выстрелом, потому что попал в крюльт камеру. Пишет, кому суждено сгореть, тот не утонет. Шур Балаган пишет. Шур, я за всю жизнь увидел только одно этого подтверждения, да, когда те, кому суждено было сгореть, вначале утонули, а потом сгорели в гробу вместе с машиной. Понимаешь, это было в Саратовской области, сгорелась машина с гробом того, кому суждено было сгореть, да. И он не должен был утонуть. Вот тот, кто утонул, потом сгорел еще в машине, в гробу уже. Так что я думаю, что некоторые вещи у Бога работают несколько по-другому. Ты даже можешь и не представить себе как. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!